Время ответов на вопросы, вернее на Ваши замечания. Вы знаете, вообще-то мне легче всего ответить на Ваши Вопросы, замечания. Ну вот, Татьяна Ефремова, она пишет, что ее беспокоит, свистит. Ну, начнем сначала вот с этого. Татьяна Ефремовна, очень развернутый ответ, это что-то там по стриму. Канал замечательный, но хотелось бы остановиться на конкретной болезни и разобрать ее по косточкам. А то голубам по европам ничего не дает. Единственное, можно оценить вопросы от слушателей, что всех интересует, и навести статистику. Ну, смотрите, что касается конкретных заболеваний, вам просто-напросто надо зайти в мою библиотеку, там выложена газета, где я разобрал кое-какие заболевания. Разобрал довольно-таки подробно и просто-напросто почитать. Вы как-то не понимаете, вот когда идет даже на программе Малахов Плюс, вот вроде бы разбор там какого-нибудь конкретного заболевания. Но времени не хватает для того, чтобы его как-то разобрать со всех точек. Тем более, если взять телевидение, то там нужно самое какие-то такие, как бы сказать, такое видео, которое бы все смотрели, и за счет этого был бы там рейтинг. Того же самого придерживаются и каналы на ютубе. Вы просто-напросто посмотрите, что они там делают, что они спрашивают. Такие заголовки. Вылечим тебя за одну минуту от всех болезней сразу на тысячу лет вперед. И все это где-то за 3-5 минут излагается. Вот поэтому я и говорю, если вы хотите серьезно что-либо узнать, это надо читать. И я серьезно, вот лично для себя я читаю, пишу, разъясняю, сам с собой беседую, сам себе объясняю, сам пробую, сам делаю, сам оцениваю все эти результаты и так далее. И для этого я свои книги не продаю там, не как-то, знаете, хитро делаю так, чтобы на них как-то наживаться. Я просто-напросто сайт этот выставил, библиотеку в сайте. Хотя за сайт надо платить. Мне приходится платить за то, чтобы этот сайт существовал. Там доманы, муманы и прочее там. Деньги, вроде бы, небольшие, но тем не менее. Вот. А вы же заходите бесплатно, пожалуйста, смотрите, читайте. Поэтому вот так вот в интернете все и делается. Голупом по Европам скачется. Ищутся темы какие-то популярные, на которых как можно больше можно заработать просмотров. При этом оболванивается зритель простотой и результата конкретного никакого. Ну вот так я считаю. Не знаю, как там вы. Вот. Вы там говорите, что вам 41 год. Значит, насколько я понял, что ей захотели помочь. Вот. Беспокоит цистит. Ну, сейчас у меня задача стоит просто ответить в общем плане, не углубляясь в этот там цистит. Цистит воспаления почевого пузыря. Что его воспаляет? Как правило, он воспаляется от простуды. То есть, начинается какая-то инфекция. Значит, раз какая-то инфекция, значит, что надо делать? Значит, принимать такие средства, которые ее подавляют. Один из них более-менее доступный. Это тадикам. Так я вот говорю. Другие это могут быть. Тройчатка та же, которая будет действовать на паразитов. Это так вот, просто кратко. Хотя на тему цистита огромное количество есть материала. Просто надо зайти, посмотреть. Вот. Ну, просто зайти, посмотреть, поискать. И использовать опыт тех людей, которые излечились. В моих книгах есть много примеров, когда женщины излечились от цистита. Ничего им до этого не помогало. А они, значит, почистили кишечник, печенку, там, изменили питание. То есть, все, пятое-десятое. От паразитов почистились. И нет цистита. Дальше читаю. Так, а, это вот, значит, кто-то уже ей ответил. Очень развернутый ответ. Спасибо. Немного себе. Я 30 лет уже оздоравливаюсь по Малахову. Спасибо за его книги. И голодала, и чистилась. Я сейчас нахожу ответы в его книгах на многие вопросы. В последнее время голоданием и чисткой не занимаюсь. Все это очень тяжело. С 71 год. Здесь можно тмин есть. Отличное средство именно для таких вот случаев, когда человеку тяжело, когда у него возраст. А тмин, именно тмин, и делать свое дело. Пришло на сбалансированное питание. И очень много времени уделяю этому вопросу. Пожалуйста, целебную кулинарию. Я выложил программы, которые предназначались для телевидения. Телевидение это такая штука. А в телевидении штука, вот телевидение. Это люди. Люди, которые хотят либо это получить, что это бесплатно, либо там по-другому как-то. Вот, смотрите. Свою аритмию поддерживаю калием и магнием продукта. Горечка, картошка, бананы. Если не хватает их, иногда пью магний, Б6. Пожалуйста. У меня есть как раз передача целебной кулинарии по поддержанию сердца в нормальном состоянии. Какие продукты на сердце влияют. Как его поддерживать. Так, например, бить человечество. Работает это как часы. Ну и прекрасно. За сердце свое я теперь не волнуюсь. Это хорошо. Я думаю, другие болезни можно и нужно так поддерживать. Вот эта вот фраза, другие болезни нужно так поддерживать. А зачем эти болезни поддерживать, когда есть такая вещь, как общее оздоровление организма, в результате чего эти болезни исчезают. То есть не надо целенаправленно вот-вот только на цистит, только там, допустим, на гепатит, то, когда ты, допустим, еще на что-то, еще на что-то, еще на что-то. Есть системы, которые это поддерживают. В целостном состоянии организм они поддерживают в здоровом виде. Зачем нам лечиться, знаете, от каких-то вещей, когда можно все это разом убрать. Вот эту простоту как-то люди не понимают. Завалил пальчик, значит я лечу, там пальчик. Глазик, Глазик, не волнуюсь. Я думаю, другие болезни можно и нужно так поддерживать. То есть не поддерживать, я так понял, разбирать. Например, бить человечество в остеопороз. Никто не может с ним справиться. Есть такой негатив. Вон поскакал неуловимый индеец Джо. Вопрос, а что его? Никто не ловит, никто не поймал. Да нет, нахрен он кому нужен? Извините за такие слова. То есть он ему не нужен. Остеопороз. И никто не занимается, потому что это такое хорошее в данном момент заболевание, которое возникает от нашей порочной жизни. А именно от того, что нету нагрузки на кости. Должна быть нагрузка на кости для того, чтобы они держали этот кальций. Второе, должны быть продукты соответствующие, которые, как бы сказать, и кальций поставляли. А главное, они бы его не вымывали. А у нас кругом сахар. У нас кругом рафинированные продукты. У нас кругом такие продукты, которые наоборот этот кальций, там что там, кремний, оттуда вымывают. Поэтому возникает остеопороз. Две вещи. Отсутствие нагрузки. Кости не надо иметь такую прочность. Потому что человек сидит в основном. Сидит или лежит. И далее еще добавляется вот это вот питание с преобладанием рафинированных сладких продуктов. Убираем эти две вещи. Я как академик народной медицины Узбекистана вам говорю. Уберете эти две вещи, и у вас кости будут в порядке. Никакого остеопороза не будет. Никто не может с ним справиться. Ответил. Но мне кажется, можно справиться. Проанализируя, что мы едим. Что я вам только что и сделал. Очень многие едят молочку. При этом мне говорят, что важно поставлять магний и витамин А. Ну как вот. Вот смотрите. Молочка хорошо там. Молочка там. Я лично вот. Бумарить, я по зубам ориентируюсь. Как только у меня появляется там оскома на зубах. Я как правило съедаю творожка. День, два, три там. И потом опять забыл на какое-то время. Все восстанавливается. Но что мы должны вот этот магний стружить. Что там мы должны там этот самый. Витамин А какой-то там принимать. Тот, который в аптеках продается. Нам голову забили. Очень сильно забили. Вот тем, что мы не можем прожить без того, без того, без того. Существует такое понятие полноценное питание. И кстати, раньше обыкновенный хлеб был полноценным продуктом питания. Потому что это зерно. Естественно выращенное. Без всяких пестицидов, удобрений и так далее. Мололи его. Не отделяли вот эту вот шелуху. Потому что не умели отделять. И получился полноценный продукт. В котором содержался зародыш. В котором содержалась оболочка. В которой зародишь витамины. В оболочке микроэлементы. И содержался крахмал. Бумали там белок и углеводы. А сейчас что делается. Хлеб. Самую ценную часть зародыш выбрасывает. Потому что он будет портить муку. Оболочка не нужна. Микроэлементы. И поэтому получается, что это неполноценный продукт. Кого тут, как бы сказать, слово такое напрашивается. Винить. Подумайте, кого тут винить. Научно-технический прогресс. Который старается, чтобы один человек на поле засеял там пшеницы. Чтобы она там росла. А другой собрал, значит, чтобы это все хранилось в виде там муки. И, значит, оболочка не нужна. Зародыш не нужен. Храниться так удобно. Плюс вот это вот пекари, токари. Им удобнее из муки все это делать. Нежели там что-то там будет такое-сякое. И в результате мы получаем неполноценный продукт. От которого начинаем страдать. Нечто подобное давным-давно. Произошло с рисом. Население этой Азии там, которая питалась рисом, не шлифованным рисом, они были здоровы. Все нормально было. Как только научились шлифовать рис, отбрасывать эту оболочку и заросишь, сразу же возникла эпидемия каких-то болезней. Или как она называется, бери-бери. Из-за того, что нету микроэлементов, нету витаминов. И кто виноват? Виноват вообще народ, что не может отстоять свое. Вообще свое, по большому счету. Не только здоровье. Молочку там, витамин А, надумали. И магний, и витамин этот А, и еще куча всего, все это содержалось и содержится в цельном зерне. О чем я еще говорю, делайте из цельного зерна, проращивайте. Никто ничего не делает. Иначе кальций не усвоится. Да усвоится кальций. Разный кальций есть, понимаете? Опять-таки, что мы там послужим этот кальций откуда-то там, с ракушек. И будем принимать. И кальций у нас усвоится, у нас все усвоится. Просто продукт должен быть исходный, нормальный. А когда они не нормальные, не исходные, что там у нас усвоится? Я так думаю. Вот он, Малахов, появился. И все нам доложит. А вы знаете, я вот вообще-то, как бы сказать, организовал вот эту вот штуку под названием канал на Ютубе. Просто чтоб, ну как-то рассказывать о себе. Рассказывать о том, чем я занимаюсь. Вот. А вот так вот, понимаете, долаживать. Ну я, конечно, могу и доложить, с меня особо там не убудет. И я столько там написал, надолаживал, 1500 видео на разные темы я надолаживал. Плюс библиотека там написала, еще что там я не выставил. Но опять надо что-то доложить такое. Вот. И я думаю, знаете, вот такая у меня мысля, она давно... Вот этот я вот пробую, что это за канал, что она, как там, что там, так далее. И не хочу сказать, что я потом перейду на какую-то там, знаете, денежную, ну, мало ли, эти, стезю, где можно там открыть канал на такую тему, где там можно больше денег заработать. Нет. Я такой человек. Я уйду туда, где мне интереснее всего. Вот, как я говорил, там, музыку сочинять, еще что-то, наверное, это такое. То есть, чтобы... Не хочу сказать, чтобы я вам был интересен. Чтобы человек был вам интересен, а не то, что он там докладывает или еще-еще. Не хочу сказать, что я достаточно там доложил, наложил, сделал и доложил. Да, но Геннадий Петрович увлекся различными системами, настроями и так далее. Так вот, о чем я и толкую. Зачем какие-то болезни, понимаете, вот, именно обращать внимание на эти болезни. И вот непосредственно с ними возиться. Если вы освоите ту же систему Караваева, это так, к примеру, мы говорим, то вам не понадобится ничего там, что-то еще там такое делать. Вы будете поддерживать свое собственное здоровье, а не, будем говорить, придерживать свои болезни, которые так или иначе норовят выскочить. То есть разность, что вы как-нибудь ощущаете, одно дело, это свое здоровье поддерживать на достаточно высоком уровне и с помощью довольно-таки, ну, говорит, приемлемых средств, чтобы это не выходило вам там ни в копеечку, ни во время, чтобы только занимаетесь этим здоровьем. Чтобы это все как-то делалось между прочим и так далее. Вошло органический ваш быт, о чем я и говорю. А не искали, а вот такую там траву, вот этот адекамп, вот это еще что-то возьмем, вот это еще там оттуда возьмем. И будем там бородавку гонять, будем папиллому выводить, будем там полипы выгонять, будем еще что-то вводить. Все это возникает из-за того, что общий тонус организма снизился, так вот его поднять, как поднять и держать, а не то, что вот это гонять. В разницу? Прочувствуйте, о чем я говорю. А на строях, на строях, я вам сказал, что тело строится, тело строится, как бы я вам сказал, тело строится вот с уровня духа, вот этот дух, и из него выстраиваются вот эти вот тела пошли. И наконец-таки все это обличается в физическую оболочку. И работа именно, начиная с духовного уровня, это с умственного уровня, с помощью образно-выливых настроек, дает самые лучшие результаты при минимуме затрат. Это просто-напросто не понято. Не понято по причине необразованности, некомпетентности, нежелания читать, а желание, вот будем говорить, сводить с ногтей грибок. Не спорю, настрои нужны, сама их применяю успешно, но это пол-дела. Основное, что мы едим, что мы едим. Насчет еды я уже вам сказал, в какой пропорции все потребляется. Целая книга написана, золотые правила питания, выставлено, да и так я в целебной кулинарии там уже жевал, жевал и разжевал и выложил. Но кажется, Малахов, но надо уточнить, Малахов старший, Малахов младший, это не очень волнует. Главное у него, это настрой. Вы знаете, я примерно вообще-то прошел всю вот эту вот эволюцию, начиная с питания, оу, важность это питание и так далее, дыхание, медитация, и пришел к таким вот вещам. С помощью чего, я сижу перед вами, еще не помер. Хотя можно было давно это сделать, если бы, если бы я этим делом не занимался. Посмотрел бы я на людей, которые небольшое внимание на питание, а только настраиваются. Я считаю, корень в питании, ну прекрасно питайтесь, питайтесь, то есть что может дать питание, прекрасно питание, да. Только с каких позиций? С позиции того, что нужен магний, витамина или еще что-то, или еще что-то там такое, знаете, себя загружать вот это вот, 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 вот всем этим. Работать на аптеку, на биологически активные под эти. И больше там на естественную какую-то пищу, о которой я вообще-то уже рассказал. То есть есть такое понятие, ты тему изложил, пошел дальше, тему изложил, пошел дальше. Опять как-то остановился, все это свел в кучу, рассказал, показал, как этим пользуются, выложил, пошел дальше. Ага, только настраиваться. Я считаю, корень в питании, но это лично мое мнение, которое никого не интересует. И вот мое мнение, которое я вам излагаю, которое я там в этой целебной кулинарии нафиг делал, делал, делал. Я уже не хочу говорить о том, сколько там средств ушло на эту целебную кулинарию. Это целое производство было, как в телевидении там. Не буду ладно это заморачиваться. И никто ее не пользуется. Никто. Так как это единичные просмотры, потому что нету какого-то броского названия. Съел помидор, и будешь сто лет здоров. Съел огурец, двести лет. Съел прорышу пшеницу, тысячу лет проживешь. Понимаете, вот такого вот нету, как там пестрят и так далее. Прошел, посмотрел, ага, там за пять минут они там хотят изложить такую, такую тему. И одно только название. Пустышки нафиг. Во всем этом интернете. Так, поживем и видим, что будет дальше. Но, живем вот. А паразитарку я приму, хотя сделала недавно анализ, ничего там плохого нет. Никаких паразитов не нашли. Еще раз спасибо за информацию и внимание. Вот теперь смотрите. Я не хочу сказать, что действительно противопаразитарка, это какого-то там тоже средства. Будет нормально организм работать, он сам будет избавляться от таких паразитов, держать их на каком-то приемлемом уровне. Почему? Потому что они постоянно попадают в наш организм. И вот как раз он-то, при должной энергетике, может с ними бороться. Далее. Как исследовали. Если просто сдали накал и мочу, как правило, очень редко находят, или это должно быть, огромное количество этих паразитов, чтобы их нашли там в кале, там в моче или еще где-то. Кровы исследовали, смотрели. То есть разные анализы бывают. Но не в этом дело. Даже не в анализах. Вот сдали там это. Я же вам, опять-таки, в видео, 1500 с хреном видео, выложено. И плюс, и выложена диагностика этих паразитов, и так далее, и так далее. То есть мне не надо там уйти в какую-то лабораторию. Я не хочу сказать, что у меня тут третий глаз во лбу, и я на вас гляну, и скажу, что есть у вас там паразиты или нет. Важно разобраться у самого по тому, что описано, есть ли паразиты или нет этих паразитов. Кстати, так работает. Вот, как это дело делается. Все анализы, все, такое впечатление, человек сам ничего не может сделать. Ну вот, спасибо за информацию и внимание. Вот, вот, так сказать, что касается Татьяны Ефремовой. Далее, что тут пишет Алексей Николаев. Спасибо за стрим, было очень познавательно. Вы, кстати, затронули в стриме интересную тему сухого голодания. Ведь это действительно мощная здоровительная система. Я лично голодал на сухомаксом 36 часов. Года три назад больше пока не риснул. Ибо я ветер, но ощущение было супер и переносилось. Это действительно легче, чем водно. И самое главное, у меня после него прошли полностью язвочки во рту, тема, стомативно. Возникает обычно от горячего. Причем внезапно. Потом они проходят через 2-3 недели. Теперь вот хочу попробовать летом на сухо трое суток, но не более. У меня к вам небольшой вопрос. Или даже просьба. Вы говорили, писали даже в своей газете Малахова. Прошло, голодали на сухо дважды, 7 суток дважды и 8 суток. И процессы последнего 8-суточного, цитирую вас, кое-что в этом процессе, увидели, почувствовали. И даже пообещали как-то подробнее рассказать о своих ощущениях. Думаю, многим будет интересно об этом услышать более подробно. Не знаю, а что я там не описал такого, чтобы это как-то было описано. Салтанат Атикеевы. Добрый день. У меня аутоиммунная гемолитическая анемия с детства. Врачи все время прописывают преднизолон. Прервали кровь, из-за этого заработала гепатит С. Кроме этого, целый букет всяких болезней. 14 лет удалили селезенку, МИЧС 42. Ноги не восстанавливаются. поскольку как будет здоровье благодарю. Спасибо. Вы знаете, я как-то смотрю на деятельность современной медицины и они сами болеют и хотя бы для себя или, допустим, для высокопоставленных лиц, то есть для людей, у которых денег завались и уже не жаль, ничего, лишь бы было здоровье. но они не для себя, не для таких богатейших клиентов, они, я даже не знаю почему, не могут отобрать лучшие методы из мировой практики, которые уже давным-давно опробованы, приложены и действуют. Вот что-то своё. Ну вот смотрите, какая-то там анемия с детства. Скорее всего, анемия с детства это, как правило, какое-то было паразитическое заболевание, которое разрушало красные каменные лица. Прописывают преднизолон. А при чём тот преднизолон? Он что, повышает гемоглобин? Я же вам рассказывал о целебной кулинарии. Опять-таки, бабушку я встретил Нине Львановну генералову, которая сдала больше всех крови, занесена в книгу рекордов Гиннеса. С помощью чего она всё это восстанавливала? Преднизолона, что ли? Копеечная свекла, которую она ела регулярно. Посмотрите это. А далее, далее, как пошло-поехало, если имеется паразитарная инфекция. Паразитарная инфекция. И кстати, кстати, раз анемия, а где она живёт? Да скорее всего она и живёт там в крови, что питается красными кровяными тельцами. Там, да? То есть инфекция уже в крови имеется. Вот салтанат, вот что бы я, допустим, сделал, так сказать, салтанат, я бы расспросил её первым делом тогда. А чем болели её родственники? Мама, папа, бабушки, дедушки. Что у них было? То есть у них уже что-то было, что уже отразилось на, бум говорит вот на ней. Уже из этого бы сделал какой-то вывод бы. Вот о чём я говорю. Переливали кровь. Кровь в ней ранее считалось, что кровь чистая. То есть вот согласно медицинским показаниям какого-то времени что-то там такое обитает, но не настолько паразиты в ней обитают в этой крови. А теперь же установлено, что-то как в реке Амазонка. И пираньи живут, и рыбы нормальные живут, и разные змеи, и чего там только нету в нашей крови. Естественно, вот простой пример. Перелили вместе с кровью гепатит С. Вы знаете, вот как-то с одной стороны не хочется эту медицину как-то там обвинять в чём-либо, но я как раз сегодня ходил гулял, и вот у меня такое впечатление сложилось, знаете, что вот именно вот эта цивилизация человеческая настолько глупая, тупая и жадная, что в своей тупесне глупости и жадности она сама себя уничтожит. юморю, войны, какая-то корпорация что-то там такое не поделила нефть, нефть, вот мы вам газ будем качать, а не другие нефть и так далее поставить. Всё, из-за этого будем воевать. Ну и пусть воюют те, которые там наживаются, вот забрались их команда как футболисты, и пусть они там на поле побились, кто кого побил там и это. Нет, они там отсидятся, народ будет. И вот всё это такое отвлечение, и везде это такая бестолковня, понимаешь. Как-то знаете, уже начинает это, вот мир вроде наш хорош, но без человека, а с человеком он делается каким-то извращённым, и жить в нём не хочется, что потом гепатит С заработала, целый букет всяких болезней, а вот допустим систему Каравая мы использовали, знали там, я уж не говорю там допустим моё очищение, я не говорю что вот моё очищение у меня система, я как-то язык не поверянулся, говорит, потому что я рассказываю об общемировых знаниях, и о том как каждый человек может создать свою собственную систему, а вот Каравай тот как бы считает его собственная система по нормализации внутренней среды организма, от которой как раз и зависит здоровье, о чём я это всё рассказываю, показываю, выпинаю, что-то читаю, и нифига не смотрите, и вот эти там болезни вы убежали, не надо было в 14 лет селезёнку удалять, гемоглобин не восстановился, как вылечиться, как вылечиться, что касается гемоглобина, посмотрите соответствующее видео, и пейте этот сок яблочный свекольный для гемоглобина, а для всего остального, значит, противопаразитарка, уже далее, далее, закрепляется это всё питанием, движением, уму, чистка печени, Ленара, Закерова, я так понимаю, это один из методов чистки печени, да, один из методов, какая у вас соковжималка, она же, Борг, так, Нина, благодарю, познавательно, интересно, лунный цикл, наконец-таки, есть люди, которые и понимают лунный цикл, о котором я говорю, там столько в ночам, я из лаками народный этот опыт, я говорю, все вот что-то там хотят духовного совершенства, вот, они так вот, понимают, духовного совершенства, там, это якобы будет открытие третьего глаза или ещё что-то, а на самом деле нет, для того, чтобы это что-то открылось, должно быть смирение, смирение, и тогда, тогда, с вами начинают работать силы оттуда, с тонких миров, лук, а пока вы просто тупо хотите что-то там открыть, этот, третий глаз, вам наоборот, его закрывают, чтобы вы не наделали себе делу, так, паразит кров, очень интересное, познавательное видео, это Сергей, Татаринцев, спасибо, Татьяна Ефремова, стрим, значит, калит, болезнь, слизистой кишечника, калит, болезнь, вот смотрите, Татьяна Ефремова, ну, вы вообще тут, как, я, я это всё, начал, мне говорят, я-то вообще, и приведу эту, корочку, академик, народной медицины, Узбекистана, это очень дорогого стоит, а вот смотрите, что вы пишете, калит, болезнь, слизистая кишечника, ну, согласен, слизистая кишечника, как бы сказать, ничего нового нету, что это болезнь, слизистая кишечника, очищаем корзину, далее, слизистая нуждается в витамине А, и с этим я согласен, витамин А в морковном соке и сливочном масле, ну, в основном, в морковном соке, сливочное масло, и сливки, приплетают для того, чтобы продать вам больше, одно дело, сок стоит, грубо говоря, там, 10 рублей, а вот со сливками, он уже будет стоить, допустим, 15 рублей, больше выгоды, и надо внушить в головы, вот этих вот разяв, таких как мы, для того, чтобы они, ааа, надо же, а мы пили неправильно, обыкновенный сок, сделает то, без всякого масла и слива, дальше, дальше, значит, пейте с утра морковный сок, по 100 граммов закусывайте, потом сливочным маслом, 50 грамм, и через неделю у вас должно быть улучшение, должно быть улучшение, попробуйте, это же не лекарство, вы ничем не рискуете, согласен, смотрите, болезнь слизистой кишечники, слизистой нужна витамины А, болезнь слизистой, значит, на слизистой, какая-то ерунда живет, которая эту слизистую использует в качестве своего питания, то есть это какая-то микрофлора, которая изъязвляет, давайте, давайте сейчас сделаем вот следующее, я беру Google, врубаю, чтобы от этого не выйти, и, значит, смотрите, пишу, колит, колит, это, колит, это, так, увеличиваем, мы уже плохо видим, и читаем, колит, латинско, колитис, от греческого, колон, толстая кишка, то есть это, видите, какой отдел, даже не слизистого, тонкого кишечника, это толстая кишка, и греческое, и тис, воспалительный процесс, воспалительное заболевание, слизистой оболочки, толстой кишки, чаще болеют, мужчины и женщины, а тут, что значит, слизистая, болезнь слизистой кишки, то есть, вот, знаете, вот эта вот, простота хуже воровства, вот просто болезнь слизистой, а как именно болезнь, она болеть может, слизистой, вот как надо уточнить, ну вот, вот тут, уточняется, воспалительный процесс, а тут ничего не уточняется, а тут просто сказано, что она нуждается в витамине А, просто витамина А не хватает, понимаете, якобы неполноценное питание, надо его там как-то отдельно загрузить, хотя у нас его в пище, довольно-таки, особенно летом, довольно-таки много этого витамина А, но, и вот мы загружаем, и все будет нормально, да, а вот тут указано, что воспалительное заболевание, оболочки толстой кишки, давайте еще щелкнем вот это вот, потому что тут неизвестно, воспалительное заболевание, слизистой толстой кишки, отчего она воспаляется, от того, что не хватает витамина А, либо же, как я вам сказал, что там присутствует какая-то вредная микрофлора, ну давайте сейчас посмотрим, что там пишут вот, умники интернетовские, ооо, тут картиночка хорошая, видите как, так увеличим, я уже плоховато вижу, и начинаем, та ё-моё, видите, сразу тут предлагает свои вещи, для чего, для того, чтобы, больше не показывать это одно, для того, чтобы, на твоем внимании, куда-то тебя привлечь, и может ты что-то и куришь, так, воспалительный процесс толстой кишки, но очень название колита, ладно, вот это же, воспалительная болезнь кишечника, общий термин, который бы означает, группу хронических патологий, патология, отпада, страдания, всё надо тут какой-то латынь вернуть, чтобы вы нифига ничего не узнали, группу, значит, хронических страданий, когда болезненный процесс, затравит пищеварительный тракт, колит кишечника, это патология, это страдание, ободочное и прямой кишок, недуг сопровождаются воспалением, или перерождением внутренней оболочки, из-за инфекционного, инфекции, о чём я сначала сказал, и это будет где-то в 90% случаях именно инфекции, которую вы внутри себя развили на неправильном питании, на том же дрожжевом хлебе, на тех же сладких продуктах с дрожжами, они как раз там будут развиваться, о, и заодно тогда и слизистую есть, из-за инфекционного, ишемического, 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 это что ишемическое, это значит, что где-то должны быть забиты сосуды, которые не питают стеночку кишечника, из-за этого она начинает перерождаться, ну это, у них там считается такая, лекарственного поражения, ну, вдобавок начинаем это всё лечить чем-то, и лекарство агрессивно действует на стенку нашего кишечника, в результате чего она начинает изъязвляться, воспаляться и болеть, а тут мы думаем, ага, витаминчиком А, так смотря какой, если он какой-нибудь искусственный, то он вот такой вот вещи будет делать, а к нему относятся следующие болезни, язвенный калит, язва образовалась, болезнь крона, терминальный, илиит, калит, илиекалит, ничего мне не ясно, вот это вот, вот изложить статью, в которой, знаете, что-то вроде написано, а что конкретно, что это такое, я должен еще справочник искать и смотреть, то есть я понял первое, инфекционный и шимический, и лекарственный, вот, то есть вот это я все разобрал, дальше идут, значит, язвенный, понял, болезнь крона, не понял, микроскопический калит, лимфоцитарный и коллагеновый, лимфа, лимфа, то есть что-то, значит, имеется в лимфе, насколько я понимаю, в лимфе имеется, могут быть те же паразиты, могут еще какая-нибудь, и коллагеновый, то, что коллаген, насколько я знаю, это, ай, будем говорить, как бы его сказать, вещество, из которой, из которой строится эта стенка, отчасти коллаген, но на нее что-то должно влиять, чтобы вот этот микроскопический калит был, потом, псевдомембранозный, инфекционный калит, вот написали бы инфекционный калит, и все ясно, а вот это вот первое слово, совершенно куда-то, мне даже показалось, какой-то псевдомедузный, так, радиационный, лучевой калит, ну, я не знаю, чтобы заработать лучевой калит, что надо сделать, куда попасть, под какой Чернобыль, где он тут у нас находится, или там стоят под рентгеновским аппаратом, чтобы его заработать, ишемический калит, ишемический калит, вот это вот интересная вещь, ишемия, опять-таки, надо тут ишемия, ишемия, что-то там сужение, прекращение, то есть нарушение питания, опять-таки, кровью, это я уже так с прошлого знаю, кровью какого-то участка тела, в результате чего, участок, который снабжался кровью, через этот сосуд, айшемия его там пережала, он начинает отмирать, и вот тут то, вот тут то, витаминчик простой, а, не пойдет, он потом просто доходить не будет, тут совсем иной подход нужен, тут надо, чтобы сосудики раскрылись, чтобы они очистились, почему они закрылись, почему они спазмировались, это разные вещи, так, и теперь вот, вот смотрите, для всех колитов, характерны следующие проявления, частое поражение кишечника, хорошо, частое поражение кишечника, как бы сказать, ну, такое, метеоризм, понос, иногда кровавый, со слизью, боли в брюшной области, разные силы, и лекализация, и вот смотрите, из всего, что тут описано, из всего, что тут написано, частое поражение, ни о чем, ну, ну, да, боли в брюшной полости, это уже следствие боли, от чего-то, они образуются, от чего-то, а вот, когда говорит, метеоризм, образование газов, то есть, образование газов, в толстом кишечнике, оно возникает, от того, что там идет ненормальное, бактериальное разложение, чужеродной микрофлорой, нашей пищи, с образованием вот этих газов, которые еще, вдобавок, портят слизистую, сами по себе газы портят, плюс микробы, которые все это дело, замучивают, там, бродильный процесс, они еще портят, смотрите теперь, как хорошо, вот, вот, знать, когда вы знаете, кровавый, кровавый, это говорит о том, что уже стеночка, слизистая стеночка, она уже нарушена, и уже круг выделяется туда, уже выделяется круг, так, а теперь смотрите, со слизью, а вот слизь, это есть не что иное, как колонии микробов, которые вызывают, вот это брожение, которые вызывают разрушение, которые заодно витамин, а захавают, и другие питательные вещества, отравят вас, и так далее, и так далее, как действовать лучше все, в этом случае, вот это вот масло пить, с витамином А, там это, морковный сок, да не, этот морковный сок, тоже сбродят нафиг, и нормально, аааа, тмин, семинат МИНа, по одной трети чайной ложки, не живая, утром, вечером, и вот через неделю, вы посмотрите, ну, будет ли у вас, вот этот вот метеоризм, то есть, а почему мы будем ориентироваться, как у нас дальше пропитает калит, калит, как, как, как идет процесс, вот, вот калитом заболел человек, а как я ощущу, это мне помогает, а не помогает, первым делом, газообразование исчезнет, далее слизь исчезнет, а потом за этим уже исчезают различные боли, стул формируется, и становится нормальным, не пять раз в день, а становится, допустим, там раз в день, два раза в день, ну, академики я народной медицины Узбекистана, или нет, разжевал вам, так я везде так стараюсь разжевать, только ни хрена никто не смотрит, вот и все лечение, вот и все, что я вам сказал, опять Татьяна Ефрема пишет, почему Елизарь не ответил на мою электронку, кто дал ему мой адрес, и почему его ответа нет в комментариях, что-то здесь нечистое, Геннадий Петрович, разберись, пожалуйста, с этим, значит, я тут давненько это не читал, значит, смотрите, я ваш электронный адрес не знаю, поэтому, я его не знаю, поэтому дать не мог, почему его ответа нет в комментариях, тоже не знаю, эти компьютерные программы, для меня, в некоторых случаях, терра инкомната, что-то здесь, Петрович, нечисто, да, согласен, согласен, Наталья Ф., уважаемый Петрович, спасибо вам за ценную информацию, но я живу в Германии, будет ли вы с Латари Камп, из Молдавии, в Германию, с уважением Наталья? не знаю, Наталья, не знаю, я рассылкой не занимаюсь, живу в Ростовской области, не в Германии, поэтому не знаю, я одно знаю, что сегодня 8 часов будет у нас прямой эфир, в котором мы где-то часок чуть больше пообщаемся. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!